на канале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы за последние два года потерял много близких мне людей занимаюсь только похоронами впал в уныние как быть сочувствую вашему горю понимаю что сложно не впасть в уныние когда смерти близких людей следует одна за другой хотелось бы сказать по простому укрепляйте себя мыслью о грядущем воскресенье укрепляйте себя священным чтением священного писания укрепляйте себя мыслью церковными укрепляйте себя участием в церковных таинствах но при этом и и скажу это считаете что это уже и сказал но еще очень важным мне кажется мне сказать вам что то что вы горюете то что вам плохо даже если вы христианин и веруете воскресенье мертвых и переживаете по поводу своего уныние как же так я вот унываю должен был бы веровать воскресенье мертвых и не так переживать это неправда если это действительно близкие вам люди если это настоящая утрата то это совершенно естественно горевать об этих потерях и поэтому давайте не будем путать горевание и уныние если вы будете запрещать себе горевать то ничем хорошим это не кончится не надо думать что какие-то слабые неверующие люди вот они горюют а настоящие христиане они не горюют они только радуются тому что близкий человек отошел к господу это не так для любого человека утрата близкого человека это потеря это горе это то состояние когда мы переживаем это как ли вот личную утрату и надо позволить себе это переживать если совсем переклинивает не просто уныние а прям совсем переклинивает возможно вам нужна помощь специалиста не на канале экзоген задавать этот вопрос а прийти в храм поговорить со священником пойти обратиться к психологу который специализируется как раз на проживание горя хочу вам напомнить в то даже и психологи в современном мире они редко бывают универсальными точно так же как врачи в поликлинике один хирург другой уролог третий эндокринолог также психологи могут специализироваться на разных человеческих проблемах есть специалисты занимающиеся отвечающие за горевание обратитесь к такому специалисту если вас не переклинивает и вы действительно считаете что помощь специалиста вам не нужна если вы справляетесь с этой ситуацией просто вам плохо вы унываете вы печалитесь вы горюете вот то позвольте себе это чувствовать не считаете что это недостойно христианина и что это неправильно не расковыриваете каждый раз больную рану не надо специально вгонять себя в горе есть люди которые наоборот начинают вдруг беспокоиться о том что они мало горюют и мало переживают и пытаются наоборот себя заставить горевать сильнее не нужно ваше состояние каким бы оно ни было большого горя маленького горя среднего горя такое какое но есть позвольте себе прожить это состояние молитесь за ваших родных и близких укрепляйте себя чтением священного писания почаще приступайте к церковным таинствам и не считаете что ваше горе и ваша печаль и даже вашу ныне является чем-то для вас недопустимым или неправильным не загоняйте себя в ненужный вам невроз внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и и и